Здравствуйте! Мы приступаем к девятнадцатой лекции по книге «Екклесиаста» и «Песни песней Соломона». Предыдущую лекцию мы завершили на девятом стихе шестой главы. Пункт 2. Красота и власть верующего, хранящего веру. Стихи с четвертого по десятый. Верующий, который защищает свою веру, прекрасен. Бог наделяет такого человека властью. Бог укрепляет его и дает ему духовную власть. В десятом стихе сказано, что хранящий свою веру, блистает, как заря. Блеск зари яркий и чистый. Это прообраз новой жизни. Хранящий свою веру, видит проявление обновленной жизни. Верующий, который хранит и защищает свою веру, поет Богу новую песню. Вера такого человека обновляется каждый день. И пусть снаружи мы ветшаем, но внутренне мы постоянно обновляемся. Во втором послании к Оринфянам, глава 4, стих 16, сказано. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Несмотря на то, что внешним истареем, наш внутренний человек обновляется каждый день. Второе послание к Оринфянам, 5 глава, стих 17, говорит. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Верующий, который хранит свою веру, обновляется день за днем. Также в 10 стихе сказано. Прекрасен, как луна. Луна отражает свет солнца. Луна не имеет собственного света. На луну падает солнечный свет и отражается от нее. Тот, кто хранит свою веру, получает свет от Бога и излучает его сияние на окружающий мир. В Евангелии от Матфея 5.14 сказано, что мы свет этому миру. Верующие, которые хранят свою веру, являются светом этому миру. Поэтому, будучи детьми света, мы должны вести святую жизнь. Плодами света являются благость, праведность и истина. Как дети света, мы повсюду излучаем свет. И Бог наделяет нас властью, и мы становимся способными отражать свет его истины. Верующим следует принимать слово истины и передавать его неповредственно. Верующий, хранящий веру, излучает свет истины, не искажая его. Он ничего не добавляет к нему. В продолжении 10 стиха сказано, Грозная, как полки со знаменами. Воины несут знамена. Армия способна победить лишь тогда, когда в ее составе есть храбрые и сильные бойцы. Верующим следует быть смелыми и сильными. Бог наделяет властью тех, кто хранит свою веру. Путешествие в сад. Стихи 11 и 12 В 11 стихе сказано «Посмотреть на зелень долины». В стихах 11 и 12 записаны слова Суламиты. Для того, чтобы позаботиться о верующих и увидеть, хранят ли они свою веру, Суламита идет в Ореховый сад. Образно говоря, она отправляется в церковь. Здесь сказано «Посмотреть на зелень долин». И еще «Поглядеть, распустилась ли виноградная лоза». Расцвелили гранатовые яблоки. Но виноградная лоза еще не распустилась. Это символизирует новообращенных верующих. Суламита отправилась в сад, чтобы увидеть, принимают ли новообращенные благодать. Нам следует сделать вывод, что зрелые верующие должны присматривать за слабыми в вере и вскармливать их. В начале этого стиха сказано «Я сошла в Ореховый сад». Известно, что орехи очень твердые. Разбить их в скорлупу довольно сложно. Но внутри скорлупы находится вкусное и питательное ядро. Здесь говорится о том, что Суламита – зрелый верующий, который питается твердой пищей. Для того, чтобы заботиться о новообращенных, необходимо быть зрелыми в вере. Будучи зрелыми в верующем, мы сможем заботиться о младенцах во Христе. Возрастая и становясь зрелыми, мы сможем вскармливать новообращенных. Для того, чтобы утвердиться в вере, нам необходимо ежедневно питаться твердой пищей. Нам следует посещать Ореховый сад. Евреям, 5 глава, стих 12. В нашем же отрывке, в 12 стихе, сказано «Не знаю, как душа моя влекла меня колесницам знатных народа моего». По мере того, как растет наша вера, мы становимся более способными питаться твердой пищей и взращивать новообращенных. И Иисус будет направлять нас. Верующие, которые исполняют свой Богом данный призыв и хранят свою веру, будут ходить с Иисусом. Поэтому нам следует идти в Ореховый сад. Нам следует заботиться о младенцах в вере. Но сначала мы должны научиться питаться твердой пищей в Ореховом саду. Четвертое. Искушение и защита. Седьмая глава, стих 1. В первом стихе сказано «Оглянись, оглянись, Суламита». Это слова дочерей иерусалимских. Они зовут Суламиту и просят ее оглянуться. То есть, образно выражаясь, они просят ее возвратиться. Они словно говорят ей «Зачем тебе идти этим узким путем, путем трудностей и страданий?» Оставайся с нами и с нашей слабой верой. Люди, идущие пространным путем, искушают Суламиту. Нам не следует поддаваться на подобные искушения. В продолжении стиха звучат слова царя. Царь делает Суламите комплимент. Стих 1б. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? Монаим – это место, предназначенное для танцев. Суламита приложила все усилия, чтобы найти Господа, посвятив себя этому поиску. Ее поиск показался дочерям в Иерусалиме чем-то смешным, и они увидели Суламиту в образе танцующего клоуна. И сам Иисус собственной персоной встал на ее защиту. Он говорит им не смотреть на Суламиту и не воспринимать ее как человека, танцующего в хороводе монаимском. Он говорит им не высмеивать Суламиту и не делать из нее зрелища. Живя жизнью веры, мы тоже отдаем свои силы на служение Иисусу. И люди могут счесть нас за сумасшедших. они относятся к нам как к танцующим в хороводе. Когда это происходит, сам Иисус встает нам на защиту. Царь царей защищает нас. Иисус одобряет Суламиту и признает ее как истинно верующего человека. Нам не следует искать признание людей, но следует быть достойными одобрения Господа. Одобрение людское суетно и мимолетно. Но Бог возвышает навеки. Притчи глава 4 стих 8 говорят Высоко цени ее и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Когда мы высоко ценим Господа и возносим Его, Он возвышает нас. Продолжаем изучать седьмую главу Песни и песни со второго стиха. Глава называется Иди вместе. Первое. Красота верующего, хранящего свою веру. Стихи со второго по одиннадцатый. Второе. Путешествие с Господом. Стихи с двенадцатого по тринадцатый. Третье. Вещи, приготовленные верующим для Господа. Стих четырнадцать. Первое. Красота верующего, хранящего свою веру. Стихи два одиннадцать. Верующий, хранящий свою веру, прекрасен в глазах Бога. В стихах со второго по одиннадцатый записаны слова царя. Иисус одобряет верующего, хранящего веру и видит его красоту. Стих два говорит. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая. Проводя сравнение с красотой тела Суламиты, Господь одобряет ее веру. Он делает комплимент ее красоте. Первый комплимент сказан о красоте ее ног в сандалиях. Если мы прочтем книгу пророка Исайя, глава 52, стих 7, мы увидим, что ноги являются прообразом благовестия. Исайя 52, стих 7 говорит, как прекрасны на горах ноги благовестника. Возвещающего мир благовествующего радость проповедующего спасения говорящего Сиону «Воцарился Бог твой» В Ефесианам 6, 15 нам сказано «Обудь ноги в готовность благовествовать мир». Таким образом, мы видим, что Бог одобряет верующих, несущих миру благую весть. «Великая красота ноги благовестника, страдающего ради распространения Евангелия». Перед нами не стоит вопрос благовествовать или нет. Это наша обязанность. В Деяниях 1,8 сказано «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». «Мы должны быть свидетелями нашего Господа». Второе послание Тимофею 4,1 Второе проводится параллель с округлением бедр. Округленные бедра символизируют крепость и силу. Одного округленного бедра недостаточно. Нужны оба бедра. Это символизирует единство. Бедра исполняют незаменимую функцию в передвижении тела с места на место. Округленные бедра прекрасны, потому что символизируют верующих, которые объединены для защиты веры. Верующие, хранящие и защищающие веру, живут в единстве друг с другом. во главе с Иисусом, который является нашим основанием и главой, верующие совместно трудятся, формируя одно тело и это угодно Богу. Один может упасть, но двое или трое устоят. Экклесиас, четвертая глава, стихи с девятого по двенадцатый. Здесь сделано ударение на единстве. Двоим лучше, чем одному. Псалом сто тридцать два, стихи с первого по третий. Красота верующих, хранящих веру, проявляется в единстве. Вот почему красота единства описана как жерелье, дело рук искусного художника. Округление бедр имеет мягкую форму. Это прообраз гармоничной личности. для того, чтобы верующие были едины, они должны жить в гармонии друг с другом. Вместо того, чтобы настаивать на своей правоте, мы должны сделать приоритетом волю Бога, соглашаться с ней и быть ей послушными. Подобно округлению бедер, мы должны стремиться к гармонии во всем. округление бедер как ожерелье дело рук искусного художника. Ожерелье создается из бусин, нанизанных на нить одна за другой. Это символ послушания. Третья параллель проводится с животом. В третьем стихе сказано «Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино». Через пуповину младенец, находящийся в очреве матери, получает питательные вещества. Это символизирует верующих, которые приняли Иисуса и родились свыше. Здесь сказано, что живот подобен круглой чаше. Это прообраз того, что благодать искупления переполняет наши сердца и проистекает через них. Благодать Иисуса проистекает и переполняет наши сердца. Исайя 55, стих 1. Далее описывается чрево. Сказано так, «Чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями». В послании Ефесинам 6.14 сказано «Припоясать наше чресло истиной». Чресло символизирует благочестивое поведение и воздержание. Владея собой, верующий сможет устоять в истине. Далее в стихе вновь говорится о лилиях. Чрево верующего, хранящего свою веру, обрамлено ворохом пшеницы, обставленным лилиями. Пятое сравнение проводится с грудью. В четвертом стихе сказано «Два сосца твои, как два козленка, двойни серны». Сосцы символизируют веру и любовь. Первое послание фессалоникийцам 5.8 Вера и любовь переполняют того, кто хранит свою веру, и поэтому такой верующий способен делиться верой и любовью с окружающими. шестое проводится параллель с шеей. В пятом стихе сказано «Шея твоя как столб из слоновой кости». Столб это высокая башня, с которой можно увидеть врага на далеком расстоянии. «Для чего строят башни?» «Для того, чтобы видеть как можно дальше». «Для чего нам нужно видеть вещи на дальнем расстоянии?» «Для того, чтобы защитить себя». «Мы должны бодрствовать и быть начеку». «Господь одобряет верующих, которые хранят свою веру, сравнивая их со столбами из слоновой кости». Седьмое сравнение проводится с глазами. В пятом стихе сказано «Глаза твои озерки есивонские, что у ворот Батрабима». Здесь говорится об озерах есивонских. Батрабим находится в 29 километрах к востоку от северного побережья «Мертвого моря». Местные озера прозрачные и чистые. Глаза хранящего свою веру чисты. Здесь говорится о духовных глазах. Такой человек обладает мудростью в вере и поэтому знает истину. Восьмое проводится сравнение с носом Суламиты. Сказано «Нос твой башня ливанское», обращенное к Дамаску. Благодаря носу мы обладаем обонянием. Здесь дан прообраз верующих, способных различать добро и зло. нам следует видеть разницу между человекоцентричностью и богоцентричностью. Стих 6 говорит «Голова твоя на тебе как кормил». «Гора Кормил» это зеленые пастбища, излюбленное место для выпаса стад. Что же символизирует голова? Это прообраз нашей идеологии. Здесь говорится, что духовная идеология верующего возвышена и крепка, как гора кормил. Верующим следует иметь непоколебимые убеждения, возвышенные и свежие, как пастбище на горе кормил. Далее в стихе сказано «И волосы на голове твоей как пурпур». Десятая параллель проводится с волосами Суламиты. Волосы – это символ власти. пурпур символизирует достоинство и благородство. Верующий, хранящий свою веру, обладает почетной властью. И далее сказано «Царь увлечен твоими кудрями. Верующие прекрасны в глазах Иисуса и сердце влечет его к хранящим веру. В седьмом стихе сказано «Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоею миловидностью!» Видя красоту верующих, Иисус восклицает «Как ты прекрасна!» И еще «Как привлекательно твоею миловидностью!» Суламита приносит Господу истинный восторг. В чем заключается вера? В послании евреям 11.6 сказано «А без веры угодить Богу невозможно!» Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. «Одиннадцатый» «Одиннадцатое сравнение» проводится со станом Суламиты. Написано «Этот стан твой похож на пальму» «Пальма» «Пальма» является прообразом победы. «Тот, кто хранит свою веру, подобен пальме. Он победитель». «Пальмы» «Пальмы» «Очень высокие». «Это символизирует растущую веру». «Двенадцатое сравнение» проводится с грудью Суламиты. В девятом стихе сказано «Груди твои были бы вместо кисти винограда». «Грудь символизирует веру и любовь». «Хранящий свою веру прекрасен как кисти винограда». Далее в стихе написано «И запах от ноздрей твоих как от яблоков». «Яблоки источают приятный аромат». «Здесь говорится о духовном дыхании верующего». «Это прообраз молитвы». «Нам следует усерднее молиться». следую параллель проводится с устами суламиты. «Усты». В десятом стихе сказано «Уста твои как отличное вино». «Уста верующего подобны лучшему вину». «Что символизирует лучшее вино?» «Это та благодать, которой мы делимся с окружающими». наши слова должны быть полными благодати. «Веруйте в Иисуса!» «Будьте благословенны!» Эти слова весьма благодатны. «Давайте славить Господа!» «Давайте любить друг друга!» «Давайте служить друг другу!» Эти слова прекрасны и преисполнены благодати. Второй пункт «Хождение с Господом!» Стихи 11-12 В одиннадцатом стихе сказано «Я принадлежу другу моему!» Слова Суламиты записаны в этих стихах. Суламита принадлежит Иисусу! В этих стихах описана ее искренняя любовь к Иисусу! Далее в одиннадцатом стихе сказано «И ко мне обращено желание его». То есть желание Иисуса обращено к Суламите. В двенадцатом стихе мы читаем «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах». Суламита Суламита зовет Господа в уединенное место и ищет близости с ним. Нам следует подобно Суламите искать Иисуса, находить тайное место и уединяться с ним для молитвы. Суламита стремится найти Господа и быть с ним. Нам тоже следует прилагать усилия, чтобы встречаться с Господом. Мы нуждаемся в близких взаимоотношениях с ним. В тринадцатом стихе сказано «Поутру пойдем в виноградники». Для того, чтобы встретиться с Господом, нужно просыпаться рано. Иисус вставал до восхода солнца и молился. Евангелие от Марка глава 1 стих 35 Виноградники символизируют церковь. Нам следует посещать церковь и совершать дела веры. В виноградниках распустилась лоза. Раскрылись почки. расцвели гранатовые яблоки. Когда мы верно трудимся в винограднике, мы встретимся с тем, кого мы любим. Верные верующие встречаются и ходят с господом. Третий пункт. Вещи, приготовленные верующим для господа. стих 14 Здесь написано «Мандрагоры уже пустили благовоние». Мандрагоры символ благоволения. Мандрагоры упоминаются в бытие 30 стих 14. В прошлом мандрагоры были известны как продукт, используемый в медицинских целях для семейных пар. мандрагор. Каково духовное значение мандрагоров? Это символ прекрасных духовных взаимоотношений между верующим и Иисусом. Продолжение стиха сказано «И у дверей наших всякие превосходные плоды». Истинно верующий человек приносит Иисусу плод любви. Он приносит Господу драгоценный плод веры. Он приносит плоды Святого Духа. В четырнадцатом стихе сказано «И у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые». Превосходные плоды и новые и старые. Верующие приносят Господу и старые и новые духовные плоды. Верующие приносят новые плоды, когда преодолевают новые препятствия. Мы должны приносить обильный плод, проходя испытания. Откровение двадцать два, стих два. На этом мы завершаем девятнадцатую лекцию по книге Екклесиаста и песни песней Соломона. Благодарю вас!